Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодняшний вебинар будет непродолжительным. Я думаю, что мы уложимся в час. Мне хотелось показать ресурсы учебников Марии Игнатьевны Моро и Георгии Владимировича Трофе и Татьяны Николаевны Мираковой именно в связи с сегодняшней темой для формирования пространственного и конструкторского мышления. И представлю сегодня также дополнительное пособие Сланы Ивановны Волковой. Давайте я вам открою флайд, на котором представлен комплект предметной линии математика авторов Марии Игнатьевны Моро, Сланы Ивановны Волковой, Сланы Вячеславной Степановой и еще ряда соавторов. Здесь представлены как учебники, так и все дополнительные пособия, которые входят в комплект. Сегодня, кроме учебников, мы еще обратимся с вами к пособиям Марии Игнатьевны Моро и Сланы Ивановны Волковой для тех, кто любит математику и математика и конструирование. Изначально эти пособия были разработаны для организации кружковой деятельности. Но, конечно же, их можно использовать и в урочное время, и можно использовать для дополнительных занятий с ребенком математикой, в том числе и родителям. Самостоятельно организовывать работу с этим пособием. И второй комплект – это предмет на линии математика авторов Георгия Владимировича Дорофея, Татьяна Николаевна Миракова и Татьяна Борисовна Бука. Хочу обратить ваше внимание на новиночки, которые появились в этом комплекте. Мы с вами уже, наверное, те, кто работает по учебно-единительному комплексу «Перспективы», работали по тетрадям проверочной работы и тесты. Они были выпущены для первого класса. И вот, наконец, линия проверочной работы продолжена, и вышли тетради для второго и третьего класса. И очень скоро появится методическое пособие с урочными разработками Медниковой для второго класса. Для первого класса это пособие размещено на сайте, доступно для скачивания. Таким же образом можно будет воспользоваться и пособием для второго класса. Ну и методические рекомендации с первого по четвертый класс уже достаточно давно выпущены, которые написаны авторами, и я думаю, что все ими пользуются. Уважаемые коллеги, я, предваряя основное содержание, хотела сказать, что, конечно, очень важно уделять внимание развитию пространственного мышления именно в начальной школе, поскольку именно младший школьный возраст является сензитивным, то есть оптимальным периодом для развития пространственного мышления. Понятно, что развиваем мы пространственное мышление, элементы конструкторского мышления посредством геометрического содержания. Ну, соответственно, я сегодня буду демонстрировать в основном содержательную линию пространственное отношение геометрические фигуры и геометрические величины. Ну, как я уже говорила, на примере наших комплектов. В любом курсе математики, в начальной школе, в подготовительном периоде, до числовом так называемом периоде, конечно же, представлена система заданий, направленных на то, чтобы с ребятами уточнить, закрепить те пространственные представления, которые были у них сформированы в дошкольный период. И я сейчас продемонстрирую примеры таких заданий из учебников Марии Гнатимовны Моро и Георгия Владимировича Дорофеева. Ну, вот вы видите учебник Марии Гнатимовны Моро для первого класса. Вы видите, что предлагается ребятам поработать и с рисунками, рассказав, используя слова «вверху», «внизу», «слева», «справа», «левее», «правее» о том, что изображено на картинке. И вот, например, мальчику справа, вы видите, задание, предлагается дойти до школы, либо до кинотеатра, рассказав, каким образом он идет, что от него находится слева, справа. Предлагаются практические задания. Возьми карандаш, ручку и линейку. Положи их так, чтобы карандаш был справа от линейки, а ручка слева. Ну, понятно, что учитель и родители могут всегда придумывать подобные задания, предлагая их ребенку, особенно если есть какие-то затруднения. Можно предложить нарисовать рисунок, соответственно, гриб, например, находится рядом с деревом, над грибом летает бабочка и так далее. То есть используя те слова-помощники, с помощью которых можно определить место расположения того или иного объекта. Ну, вы видите, на полях тоже очень хорошее задание, когда у девочки ведерко в правой руке, совочек в левую, и менять расположение девочки, она смотрит на ребенка, который занимается по учебнику, соответственно, надо сориентироваться, в какой руке находится ведерко, в какой руке находится совочек. Ну, и подобные задания, конечно же, можно предлагать, и кто-то из ребят может выходить к доске, брать в одну руку какой-то предмет и в другую также, и становиться спиной к классу, разворачиваться. То есть это все можно практической деятельностью, а свад. Конечно же, очень важно также сформировать временные представления и представления о порядке следования. Учебник также предлагает целый ряд заданий, которые помогают в этом. Это и серия картинок, чтобы ребенок мог определить, что происходило сначала, что потом и так далее, что раньше, что позже. Ну, и даже сюжеты сказок, посмотрите, авторы иллюстрации и авторы учебников активно используют, да, это и теремок, это и репка, для того, чтобы говорить с ребятами о порядке следования. И, конечно же, еще раз скажу о том, что можно организовать тоже такие практические задания, когда Ваня становится за, допустим, или после Петя, Лена становится перед Петей, кто-то становится между, да, допустим, Петей и Леной и так далее. То есть это все, конечно, приносит свои плоды. Ну, и, безусловно, очень важно учиться, учить ребят ориентироваться и на страничках учебника. И вот такого рода расположение заданий, как вы видите, да, оно как раз помогает в этом. То есть когда несколько заданий, несколько рисунков на одной странице, мы говорим, надейте, пожалуйста, нижний левый рисунок, да, или средний рисунок слева, верхний правый рисунок и так далее. То есть таким образом ребята осваивают в том числе и этот вид деятельности, да, то есть учатся ориентироваться на страницах учебника. Ну, вот сейчас перед вами учебник Георгий Владимирович Дорофеев, Татьяна Николаевна Мираковой. И вы также можете увидеть, что здесь есть и задание, вот по аналогии того задания с девочкой, которое мы рассматривали, да, задание с медвежонком, у которого мячики двух разных цветов, разного размера, да, в левой и правой лапке. Соответственно, можно эту ситуацию тоже обыграть. И рисунок, с помощью которого может ребенок описать расположение предметов в комнате. И опять же у нас появляются сказочные персонажи. Тут еще у нас временские музыканты, да, надо определить, кто вверху, внизу, над, под. Вот. И еще замечательная возможность есть, работая по учебникам Дорофеева Мираковой, воспользоваться разрезным материалом и выполнить задание, например, на составление картинки. Соответственно, здесь даны указания, как должно быть расположено, вы видите, справа, да, такое задание. Здесь вверху солнышко, внизу домик, перед домиком растет цветок и так далее. И ребята делают, соответственно, указаниями, выполняют аппликацию, да. Ну, по аналогии, еще раз говорю, можно организовывать, например, с ребятами работу с рисунком, например, да. Временные представления, порядок следования, это все тоже представлено в учебниках. Мы видим тоже серию картинок, да, надо определить последовательность действий. Хочу показать очень интересное такое оригинальное, достаточно задание, которое есть в учебниках, оно встречается на протяжении нескольких лет, усложняясь. Это стрелочные такие планы. Тоже очень хорошо, поскольку и интересные сюжеты предлагаются в связи с этими стрелочными планами, и дальше ребята и сами будут их составлять. И, соответственно, движение по тому или иному маршруту, обозначенному с помощью стрелочного плана, это тоже помогает закрепить такие понятия, как влево, вправо, вперед, назад. Ну, соответственно, на поле можно вверх-вниз, да, тоже использовать слова. Очень много заданий, связанных с восстановлением фигуры, например, да, с работой с проектами. Вот хочу привести примеры таких заданий. Безусловно, эти задания способствуют развитию пространственного мышления младших школьников. В задании 5, видите, на странице 29, нужно найти ту часть фигуры, которую вырезали. Либо задание 4, а на странице 66. Это фигура, которая сложена из кубиков. И ребенку нужно представить себе, как будет выглядеть эта фигура сверху. Так как в условии задания сказано, что эту фигуру сфотографировали сверху. И, соответственно, нужно найти рисунок, который будет этому виду сверху соответствовать. Что, конечно, тоже очень важно для развития пространственного воображения, пространственного мышления, да, то есть умение представить. В случае затруднения, которые могут, конечно, возникнуть в первом, втором классе с подобными заданиями. Или заданиями, когда нужно подсчитать количество кубиков, из которых построены фигуры. Такие задания также в учебнике встречаются. Иногда ребенку трудно. Тогда очень хорошо, если есть материал, соответственно, игровой, да, из которого можно сложить соответствующую фигуру, да, похожую на ту, которая изображена на рисунке в задании. И проверить себя, да, доказать, работая, например, в паре, да, соседу, если там не разошлись, что вот действительно столько-то кубиков, да, а не, допустим, то количество, которое было названо ошибочным. Или, допустим, вид сверху будет выглядеть так, а не, допустим, тот вариант, который был предложен ошибочно. То есть очень хороший вариант доказательства и проверки, самопроверки, возможность построить из настоящих кубиков соответствующую рисунку и заданию фигуру. Еще очень интересные задания предлагаются в учебнике Дорофеевой-Мираковой. Задания, в которых предлагается смоделировать с помощью точек и линий какую-то реальную ситуацию. Но ситуация предлагается с расположением предметов пространства. Смотрите, пожалуйста, девочка сидит на скамейке между дедушкой и бабушкой. Фрукты расположены таким образом, что яблоко у нас оказалось на тарелке, груша и банан вне тарелки. И вы видите внизу под рисунками схемы, которые могут нарисовать дети. То есть если договориться, что скамейку мы обозначим линией, дедушку, бабушку, внучку точками. Конечно, мы такие задания можем предлагать для самостоятельной работы вначале, а потом уже использовать эталонный образец, который дан в учебнике. То есть тоже очень интересный такой момент, который позволяет ребенку и уточнить свои пространственные представления, и в то же время это уже обучение моделирования и схематизации на данном материале начинается. Геометрические фигуры. В первом классе уже ребята начинают знакомиться с геометрическими фигурами. Конечно же, все мы, учителя, опираемся на те представления, которые есть у ребенка уже к этому моменту. Конечно же, уже такие геометрические фигуры, как треугольник, квадрат, круг, линия, точка. Ребята знают, различают. Но появляются, конечно же, еще и неизвестные им фигуры, такие как луч, отрезок. И знакомясь с этими фигурами и с их свойствами, конечно, тоже очень полезно предлагать, помимо заданий учебника, какие-то практические работы. Но и учебник сам тоже предлагает достаточно много материала для организации практической деятельности. Ребята, мы сегодня это увидим. Посмотрите, пожалуйста, знакомясь с точкой прямой, лучом, отрезком и кривой, какие задания предлагаются. Ну, безусловно, с помощью линейки предлагается привести прямую линию. Предлагается привести прямую линию через точку. Несколько прямых линий через точку. Через две точки. Соответственно, можно сделать выводы, сколько можно линии привести через одну точку, сколько через две точки. Но я рекомендую еще, например, такую практическую работу. Можно согнуть лист бумаги пополам. Соответственно, линия сгиба – это, по сути, прямая линия. Точно так же можно на листе бумаги поставить точку и предложить согнуть лист, таким образом, чтобы линия сгиба прошла через эту точку. И это можно сделать несколько раз. Через две точки только один раз смогут перегнуть листик ребята, так, чтобы линия сгиба прошла через две точки. То есть немножечко на другом материале мы говорим о том же самом с ребятами. Очень хорошо изготавливать модели геометрических фигур из ниток, так сказать. Ну, понятно, что это все несколько условно, но для осмысливания материала это полезно. Для младших школьников с преобладанием нагляднообразного мышления, конечно, это важно. Например, если вы смотаете нить, ну, конечно, выбираем нить по толще, может быть, такой жгутик даже, да, смотаете с двух сторон, так, чтобы образовались два клубочка, да, которые встретятся посередине, потом предложить двум деткам эти два клубочка разматывать. Остальной класс может наблюдать за этим процессом, да, то есть, по сути, это модель прямой, да, которую мы можем продлевать и в одну, в другую сторону. Точно так же модель луча можно продемонстрировать с помощью нити, привязанной к пуговице. То есть пуговица, тоже клубочек сматываем, потом разматываем, но уже мы видим, что есть конец, да, то есть вот эта пуговица, к которой ниточка привязана, да, и, соответственно, в одну сторону только мы можем продлевать наш луч. Такие образы остаются в памяти ребёнка. Точно так же отрезок, если мы натянем ниточку и отрежем кусочек, да, то есть вот он, фрагмент прямой, который мы ограничили с двух сторон точками, вот он отрезок. Ну, как практика показывает, такие образы действительно помогают многим детям осмыслить свойства тех геометрических фигур, о которых мы с вами сейчас говорим. Ну, перед вами учебник Георгия Владимировича Дорофеева Татьяны Николаевны Мираковой. Вы видите также, что задания самые разные предлагаются, в том числе и аналогичные, только что рассмотренным, да, когда мы проводим линию через одну точку, через две точки. Интересные задания с отрезками. У Георгия Владимировича Дорофеева мы видим, что есть отдельный урок, посвященный замкнутым и незамкнутым линиям. Вводится обозначение луча. Небольшое различие просто курсов математики разных авторов, да, интересно иногда бывает понаблюдать. Посмотрите, на сюжете, здесь на басне Крылова «Лебедь, щука и рак» здесь показано тоже направление луча, вот эта стрелочка, да, устремление, да, бесконечность, то есть нужно бесконечно продлевать. Это общепринятое, в общем-то, в геометрии изображение луча уже показывают авторы дети. Многоугольник. Хотелось тоже показать, как вводится многоугольник у Марии Игнатиевны Моро и у Дорофеевой Мираковой. Посмотрите, здесь идет сравнение круга и многоугольника, да, это учебник Марии Игнатиевны Моро. Круг легко катится. Конечно, мы предлагаем ребятам сравнить, да, но, тем не менее, мы опираемся в том числе и на учебник. Конечно же, мы потом к этому материалу обращаемся. А справа мы видим многоугольники. Такими фигурами мешают катиться углы. У них много углов. Это многоугольники. Ну, очень много интересных заданий, конечно. Посмотрите, сколько треугольников надо найти на чертеже, сколько квадратов, да, то есть мы говорим с ребятами о том, что все эти фигуры являются многоугольниками и выполняем задания, самое разнообразное, и на распознавание фигуры, и на подсчет фигур на чертеже, да, конечно, это развивает тоже зоркость. Теперь давайте посмотрим, как у Георгия Владимировича Дорофеевой, Татьяны Николаевны Мираковой вводится понятие многоугольника. Несколько иначе. То есть ребята тут работают с ломанными линиями, а потом, когда появляются замкнутые ломанные задания, с замкнутыми ломанными линиями, как раз речь идет о том, что такая замкнутая линия и является многоугольником, да, и каждое звено ломанное – это сторона многоугольника, да, то есть вот так через ломаную линию, да, ребят подводят к понятию многоугольника. Работа по формированию понятия о прямом угле, представления о прямом угле, очень похоже строится у Марии Игнатьевны Моро и у Георгии Владимировича Дорофеева. Предлагается практическая работа, ну, наверняка многие из вас эту работу предлагали, детям, когда лист складывается, да, дважды, и, по сути, ребята получают модель прямого угла, это всегда очень хорошо работает, и, конечно же, здесь же, знакомясь с прямым углом, мы вводим понятие тупого острого угла, и с помощью угольника ребята определяют, какой угол перед ними, да, накладывая угольник, а тут угол многоугольника, для которого нам нужна характеристика, да, какой угол перед нами, тупой или острый. И тут же, в ходе изучения этой темы, я беру большую тему, конечно же, учебника, да, который включает в себя энное количество уроков, энное количество подтем, да, то есть в рамках раздела, скажем так, познакомившись с прямым углом, ребята знакомятся и с прямоугольником, как частным видом четырехугольника, все углы которого прямые, да, то есть тут мы говорим с ребятами и о свойствах, сторон прямоугольника, и о том, что квадрат также является прямоугольником, безусловно, ребята узнают, обычно, обычно дети называют прямоугольник как отдельную фигуру, квадрат как отдельный, то есть разделяют, да, эти фигуры, при этом очень важно донести до ребенка, что, конечно же, квадрат является прямоугольником, в свою очередь и квадрат и прямоугольник являются четырехугольниками, и с этой целью как раз учебники предлагают задания на классификацию всевозможное, да, выполняя которые дети для себя вот эти все нюансы уясняют. Ну, вот мы видим учебник Дорофеева-Миракова, тоже практическое задание, практическая работа со складыванием листа, безусловно, эту работу лучше организовать, не открывая учебник, да, то есть только после того, как вы обсудили результаты с ребятами, можно сообщить, что такой угол называется прямым, и обратиться, а возможно, кто-то из ребят это скажет, да, и только после этого обратиться к учебнику и посмотреть, действительно, что такая работа была предложена, что с ней успешно все справились. Вот хочу также проиллюстрировать свои слова по поводу обучения ребят тому, что квадрат является прямоугольником, да, необходимо организовать. Смотрите, здесь на странице Севистаров в задании втором как раз такая работа и проводится. Смотрите, это, конечно, учебная ситуация. Предлагается измерить длинный сторон прямоугольников. Что можно заметить? Сколько по равных сторон прямоугольники? Да, то есть мы подводим детей к формулировке свойств сторон прямоугольника, и точно так же мы поступаем и с квадратом, да, то есть в конечном итоге приходим к выводу, что квадрат – это, конечно же, тоже прямоугольник, но у которого уже все стороны будут разные. Ну и хотелось показать несколько примеров заданий с геометрическим материалом, которые можно найти в учебниках Марии Игнатьевны Моро и Георгия Владимировича Дорофеев и Татьяны Николаевны Мираковой. Вот сейчас перед нами учебник Моро. Посмотрите, в этих учебниках, надо сказать, конечно, очень много заданий интересных можно найти и на полях, то есть рабочие поля в учебнике. И вот сейчас я хочу обратить ваше внимание на страничке 101 на полях очень интересное задание с палочками, да, то есть это конструирование, задание на конструирование из счетных палочек, ну, безусловно, мы видим сейчас геометрические фигуры, могут быть какие-то и фигурки, допустим, домик, лошадь, да, вы знаете, что эти игры, они достаточно широкий спектр предлагают заданий, ну, здесь нужно подумать и переложить палочку в соответствии с заданием, либо добавить, да, палочки в соответствии с заданием. Ну, давайте посмотрим, например, задание 2 в номере 13. Как на рисунке 2 убрать 2 палочки, чтобы получилось 2 квадрата, да, то есть изначально мы видим 4 квадрата, да, то есть очень интересное задание, они, конечно, детям очень нравятся. Задание 12. Здесь нужно выполнить построение по точкам, ну, в соответствии тоже с указаниями, которые даны к заданию. Задание 7. Здесь и дети называют фигуры, да, то есть это и на распознавание фигур заданий, и дополнительно, вот задание 2 предлагается, да, выполнить построение тоже в соответствии с заданным условием. В каждом четырехугольнике можно провести один отрезок так, чтобы получилось 2 треугольника. Покажи, как это можно сделать. Вот такое задание предлагается на построение. Ну, вот еще примеры задания. На распознавание. Видите, на полях слева на 28-й страничке назови каждую фигуру, справа на странице 30, назови номера ломаных линий, да, то есть из всех линий, которые видят детки, нужно найти ломаные. Еще несколько примеров, да, посмотрите, это и задание на конструирование. Обратите внимание, бумага в клеточку, это говорит о том, что это поля, да, учебника, то есть здесь фрагменты приведены на страничек. Покой фигуры не хватает, держит вопрос код, да, то есть конструирование, соответственно, кораблика, да, и ребенок должен увидеть, из каких фигур этот кораблик составлен. Задание первое, вы видите в центре слайда, рассмотри чертеж 1, номер 1. Какая фигура дополняет розовый четырехугольник до треугольника? Рассмотрели, понаблюдали. А теперь задание второе, чертеж 2. Тут нужно уже подумать, как дополнить четырехугольник до треугольника. Ну, понятно, что поработав с первым заданием, ребят уже по аналогии, без труда справятся с заданием вторым. Седьмое задание, задание на классификацию, тоже можно по-разному разбить на группы, и по цвету, и по количеству углов, да, то есть это могут быть четырехугольники, треугольники, или розовые и синие фигуры. Это может быть и закономерность некая, из геометрических фигур, не только с числами закономерности встречаются в учебниках, да, то есть мы видим, какая фигура пропущена. Нужно догадаться ребенку. Треугольник, четырехугольник и шестиугольник. Понятно, что пропущен пятиугольник. Хотелось показать практические работы, которые мы можем найти в учебниках Дрофеева-Мираковой. Очень интересная практическая работа, исследования, в процессе которых ребята изучают свойства геометрических фигур, делают выводы самостоятельно. Ну, например, здесь речь у нас идет в задании о свойствах диагонали прямоугольника. Безусловно, мы к учебнику обратимся после проведения практической работы, да, то есть это уже некий талонный образец, уже с выводами. Сделав свои выводы, ребята могут всегда обратиться к учебнику. Ну, и мы видим, какие практические работы, да, вот по чертежам в данном случае, справа на 27-й страничке, предлагается ребятам выполнить, да. То есть тут и гибание, и разрезание, да. То есть ребята смотрят, каким образом преобразуется фигура, если ее разрезать по диагонали. Вот, видите, например, квадрат, если разрезать по диагоналям, то мы получим 4 одинаковых треугольника. Да, если прямоугольник по диагонали разрезать, то это будет 2 одинаковых, 2 равных треугольника. В третьем классе вводится буквенное обозначение геометрических фигур, ну и далее задание уже формулируется таким образом, чтобы в названии фигуры встречались уже буквенное обозначение. И, соответственно, ребенок на чертеже ищет фигуру ту или иную, ориентируясь на это буквенное обозначение. В третьем же классе и в курсе Дорофеева-Миракова вводится буквенное обозначение. И мы видим уже, как сформулировано задание. Например, перечертисты третят пирамиду, изображенную на рисунке, так, чтобы грань ФМА была видимой или невидимой. Два варианта предлагается в выполнении задания. В третьем классе ребята знакомятся с окружностью, такими понятиями, как радиус и диагональ окружности, центр окружности, безусловно. У Дорофеева, мы видим сейчас странички из учебника МАРО, у Дорофеева-Мираковой несколько позже, в четвертом классе это происходит. Ну и, соответственно, детки уже постарше, больше заданий, связанных с построением, с вычерчиванием узоров, мы можем найти в учебнике у Дорофеевой-Мираковой. С геометрическими телами, с пространственными фигурами, в четвертом классе работают дети в курсе Марии Гнатьевны МАРО. Вы видите, что строится работа и с развертками. Перед вами сейчас квадрат и параллелепипед, прямоугольный параллелепипед. Соответственно, мы видим, что предложены также развертки этих фигур, пространственных фигур. Это и пирамида, и конус, и цилиндр, и шар. Безусловно, дети соотносят эти фигуры с предметами окружающего мира. И учебник предлагает модели данных фигур изготавливать. Что касается учебников Дорофеевой-Мираковой. На мой взгляд, огромный плюс учебника и курса в целом, что пространственные фигуры или геометрические тела появляются уже во втором классе. И ребята работают с заданиями, связанными с моделированием, с работой с развертками на протяжении трех лет. Соответственно, очень хорошо усваиваются части фигур. Здесь без труда находят и льду, и грань, противоположные грани, соседние грани и так далее. Если мы говорим о куде. Посмотрите, пожалуйста, здесь мы видим модель куба. Предлагается ребятам изготовить. В приложении также есть развертки, вырезы, которые ребенок может модель куба изготовить, работать с этой моделью, находить вершины, грани, ребра данного геометрического тела. Справа несколько примеров заданий тоже с пространственными фигурами, которые предлагаются детям также в системе. Хотелось также показать практическую работу. Когда ребята работают с развертками куба, выполняем задания, связанные с нахождением противоположных и соседних граней. Они заполняют соответствующую таблицу. Находят противоположные и соседние грани, изготовив модель, безусловно, из развертки куба, определяют количество точек на этих гранях, заполняют таблицу. Работа организуется, конечно, в паре. Мы видим и знак соответствующий. И в процессе такой работы, конечно, материал очень хорошо усваивается. Мы видим также развертки пирамиды. И, соответственно, ребята изготавливают модель пирамиды. И что хорошо, что еще предлагаются и каркасные модели. Изготавливать разных геометрических тел. Здесь мы видим на странице 103 каркасную модель куба. Но далее ребята изготовят и каркасную модель пирамиды также. Чуть позже, в четвертом классе, ребята знакомятся с цилиндром, шаром и конусом. И тоже, используя приложение, изготавливают модели этих фигур. И выполняют ряд заданий, чтобы лучше усвоить их свойства. Лучше познакомиться с ними. Ну и буквально в нескольких словах, на примере учебника Дорофеева-Мираковой, скажу о том, как строится работа с геометрическими величинами. Ну, это длина, безусловно, периметр и площадь. Конечно же, на основе практической деятельности дети знакомятся с этими величинами, единицами их измерения. И хотелось показать, что формулировки заданий постоянно призывают ребенка, к тому, чтобы он сам измерил, сам построил, сделал какие-то выводы. Предлагаются также практические задания. Ну, например, на странице, к сожалению, страничка не видна. Справа мы видим во втором классе, когда ребята знакомятся с метром, предлагается такое практическое задание. Измерь длину класса шагами, измерь длину класса в метрах, сравни результаты. Ну, понятно, что делаются какие-то выводы. В процессе выполнения таких заданий с новой единицей измерения говорят об отличии ее длины, может быть, от длины шага, о том, что шаги у всех разные, да, хорошо, что у нас мерочка единая и так далее. Ну, давайте еще несколько буквально примеров. Приведу формулировок заданий. Ну, например, когда ребята работают с периметром, ну, многоугольника или с длиной ломаной. В учебниках, в заданиях учебника, как правило, предлагается чертеж, в котором, с которым нужно поработать. В задании говорится, «Читаю задание первое на странице 78. Измерь длинный сторон каждого многоугольника и вычисли их сумму». Да, ну, собственно говоря, здесь подводят ребят к понятию периметр, да, что называется периметром. Но самое главное, что мерки не даны изначально, да, то есть длинный сторон. Результаты измерений ребята находят сами. Задание второе. Тоже выполни нужные измерения на чертеже. И сравни периметры квадрата ОТДМ и прямоугольника МНПК. И еще двух прямоугольников, да, то есть тут и умение найти нужный объект, да, нужную геметрическую фигуру на чертеже, таком сложном. И умение правильно выполнить измерения, да. И после этого, конечно же, в данном случае нужно вычислить и периметры, найти периметры этих фигур для того, чтобы их сравнить. Ну, вот еще несколько заданий в качестве примера. Прочитаю только задание седьмое. Выполни измерения, опять же, да, и вычисли площадь прямоугольников А, Б, Д, Е и К, С, Д, Е. И дополнительное задание здесь предложено. Попробуй догадаться, как можно найти площадь треугольника А, Б, С. Очень хорошее задание. И, кстати, сказать, учебник Дорофеева Миракова предлагает также и найти площадь ступенчатой фигуры, да, то есть предлагаются такие задания повышенного уровня. Надо сказать, что в учебниках Марии Игнатьевны Моро таких заданий очень мало, у Дорофеева много. Но я сегодня покажу замечательные тетради, которые входят в состав учебно-медагогического комплекса Школы России, и с помощью которых как раз можно дополнять материал учебника Марии Игнатьевны Моро вот такими заданиями повышенного уровня. Вот еще несколько примеров, вы видите. Задание седьмое. Тут тоже нужно найти площадь треугольника, достроив его до прямоугольника. Сравнивать предлагается площадь таких сложных фигур, да, как задание десятом и одиннадцатым, например. Задание восьмое. Тоже такого практического характера задания, когда рассматривается план спортивного зала. Нужно найти площадь раздевалки, прошу прощения, давайте прочитаю задание. Спортивный зал, длина которого равна четырнадцати метрам, а ширина восьми. Разделили на раздевалку и помещение для занятий. Площадь раздевалки равна двадцати четырех метрам квадрата. Найди площадь помещения для занятий. То есть, понятно, что такая задача в нескольких этапах, которые решаются. То есть, надо, благодаря чертежу это будет легко, найти длинный сторон малого прямоугольника, который на плане изображает раздевалку. Ну и, соответственно, можно будет без труда после этого найти и площадь. Тут еще и несколько способов решения может быть замечательное задание. Так, ну и хотелось представить поподробнее тетради. Тетради Марии Игнатьевны Мару и Светланы Ивановны Волковой для тех, кто любит математику. И Светлана Ивановна Волкова и математику и конструирование. Само название говорит за себя. Курс математика и конструирование был разработан в дополнение к курсу математики. Как я уже говорила, можно с использованием этих тетрадей организовать занятие математического кружка. Программа кружка с примерным математическим планированием размещена в рабочих программах. Курсу Марии Игнатьевны Мару в разделе «Внеурочная деятельность». Но можно использовать тетради для того, чтобы дополнить уроки заданиями практического характера. То есть разнообразить практическую деятельность младших школьников. Тетради для тех, кто любит математику. Там же включают в себя геометрический материал. Но надо отметить, что очень много, конечно же, всевозможных заданий на смекалку. По логическим задач, комбинаторных, ребусов. Огромное количество интересных для ребят заданий вы найдете в этих тетрадях. Но сегодня мы остановимся только на геометрическом материале. Именно с тетради для тех, кто любит математику, я и начну. Несколько примеров. Так как вы получите презентацию, вы сможете более подробно. Те, кто эти тетрадки не знает, более подробно рассмотреть слайды. Может быть, все задания. Я приведу пример, прочитав одно из заданий, которые вы видите на слайде. Это задание 58. Третий класс. Это тетрадь для третьего класса. По углам пруда, имеющего форму квадрата, растут 4 дуба. Площадь этого пруда увеличили в 2 раза, сохранив форму квадрата и не выкапывая дубов. Покажи на рисунке, как это сделать. Здесь красной пунктирной линии показано правильное решение. Но и доказать можно легко, что площадь увеличилась в 2 раза. Если мы диагональю приведем в квадрате, мы увидим, что он составлен из 4 треугольников, как раз которыми дополнена первоначальная площадь пруда. То есть, действительно, площадь увеличилась в 2 раза. Много заданий, связанных с построениями в этих тетрадях есть. Если у Юрия Владимировича Дорофеева, Татьяны Николаевны Мираковой в учебнике такие задания предлагаются, у Марии Игнатиевны Мороих поменьше, еще раз говорю, что можно дополнять учебник заданиями из тетради. Детям, безусловно, очень важно научиться пользоваться, уверенно пользоваться циркулем. Поэтому такие задания полезны во всех отношениях, в том числе и с точки зрения владения умением использовать чертежные инструменты. Безусловно, это определенная эстетика, когда такое вычерчивание узоров идет. И очень интересное задание, например, связанное с вписыванием геометрических фигур в окружность. Вы видите слева, к сожалению, не вижу страничку. Задания 83-84 как раз связаны с вписыванием треугольника, либо квадрата, либо прямоугольника в окружность. Ну и, конечно, что всегда привлекательное для ребенка, это головоломки всевозможные. Не только с числами, такие головоломки тоже. Конечно, есть всевозможные шифры, лабиринты. Но здесь показана именно такая геометрическая составляющая. Здесь головоломки с палочками мы видим. Мы видим геометрическую игру танграм. Ну вот кроме танграм, это китайская головоломка. Здесь же представлена еще монгольская игра. Тоже по такому же принципу квадрат разрезается на определенные фигуры, из которых можно складывать фигурки. К танграму, если мы найдем специальную литературу, фигурок огромное количество предложено, и решение не всегда сразу приходит. Хотя квадрат у нас разрезан всего на 7 частей. Вот здесь вы видите, предлагается сперва по чертежу, где видно, как сложена фигурка. Дети складывают птицу, а потом им нужно сложить кота. И, как правило, много времени уходит, даже при организации групповой работы, на то, чтобы найти правильное решение и сложить вот такую фигурку кота. Есть, еще раз говорю, огромное количество фигурок. Понятно, что в тетради для примера приводится несколько, но при желании учитель всегда может найти и предложить ребятам продолжить играть в данную игру. Хочу отметить, что, конечно, в этих тетрадях есть некоторое расширение учебного материала, поскольку это все тетради, которые были разработаны для организации кружковой деятельности. Так, здесь есть представлена тема «План-масштаб». Очень интересные задания, связанные с этой темой. Также, конечно, способствуют развитию, в том числе и пространственного мышления. Ну, и, как я говорила уже, можно дополнять заданиями повышенного уровня задания, предлагаемые на уроке. Так, например, задания, в которых нужно найти площадь прямоугольника, можно дополнить заданиями, в которых нужно найти площадь вот такой ступенчатой фигуры, которую можно, соответственно, разбить на несколько прямоугольников, найти площадь каждого. И в итоге площадь всей фигуры. Или задание, как-то нужно найти площадь треугольника, достроив его до прямоугольника, вы видите сейчас слева. Ну, и практические работы в тетради «Математика и конструирование» очень широко представлены. Да, я, наверное, прошу прощения, я не сделала перехода. То есть, вот начиная с предыдущего слайда, у нас уже демонстрируются странички из тетрадки «Математика и конструирование». На этом слайде вы видите слева страничка учебника, справа страница из тетради. Далее вы видите уже страницы из тетради «Математика и конструирование» с достраиванием треугольника до прямоугольника, соответственно, находим площадь прямоугольника, делим ее пополам, чтобы найти площадь треугольника. Справа вы видите практическую работу. Практическая работа в большом количестве представлена в этом курсе. Здесь практическая работа связана с выполнением аппликации. Но для того, чтобы выполнить эту аппликацию, ребятам нужно выполнить измерения, сделать чертеж, то есть построить соответствующую фигуру. То есть все детали для аппликации готовят самостоятельно, выполняя измерения и построения, что, конечно, очень ценно. Потому что зачастую, например, на уроках технологии мы пользуемся шаблонами. Здесь как раз возможность практиковаться в использовании чертежных инструментов. Есть много заданий, связанных с работой с развертками. Это и найти нужную развертку, да, развертку данного кубика или кубик по данной развертке. Это изготовление моделей того же куба, мы видим справа, да, изготовление куба с плетением из трех полосок. Тут даже, видите, уже несколько иной подход, не просто развертка, а с плетением трех полосок. Изготовить модель платинового шкафа предлагается в тетради. По сути, это модель прямоугольного параллелепипеда. Или модель карандаш, прошу прощения, или предлагается изготовить карандашницу. По сути, изготавливая карандашницу, он модель цилиндра, ребята, изготавливает, да. Это очень интересная тетрадка для первого класса. Она и по формату достаточно большая, практически как А3, да, прошу прощения, А4 формат. Остальные тетрадочки поменьше уже для 2, 3, 4 класса. И в тетради для первого класса есть приложение с разрезным материалом. И детям предлагают с этим разрезным материалом выполнять задания на конструирование. То есть они конструируют всевозможные фигурки. Вот здесь мы видим пример такого задания. Задание 25. Изготовить геометрическую мозаику из приложения 6. И выложить такие фигуры. Здесь же игры с палочками, конечно, предлагаются, да. Мы видели тетрадки для тех, кто любит математику. В тетради математико-конструирование также есть. И предлагается, например, освоить методы регами, да. То есть метод изготовления фигурок сгибанием бумаги, да, с помощью сгибания бумаги. Ну, собственно говоря, на этом я закончу представление данных пособий. Я думаю, что какое-то впечатление у вас сложилось. И, конечно же, более подробную информацию можно будет уже получить на нашем сайте. В том числе я несколько слов скажу сейчас о сайте, чтобы было легче ориентироваться, если кто-то, может быть, зайдет к нам на сайт впервые. Снизу видится адрес сайта. Можно выйти на наш сайт и с главной страницы издательства просвещения, да, просто кликнув по названию начальная школа. Посмотрите, здесь есть две части, два раздела на сайте, да, это учебный методический комплекс «Школа России» и учебный методический комплекс «Перспектива». Соответственно, если мы хотим получить информацию именно по этим комплексам, мы заходим на их сайты, на их странички. Здесь же есть выход в каталог, который дан в PDF-формате, где вы можете посмотреть, что на данный момент выпускается издательством просвещения. Но, конечно, мы предлагаем вам заглянуть в каталог, где представлены пособия по дошкольному и начальному образованию. Выход в наши магазины также есть с нашего сайта. Социальные сети – это и Facebook, и ВКонтакте, и на Facebook, и в YouTube размещены и интересные статьи, и видеоролики о новинках, и фрагменты видеоуроков. Поэтому я, конечно, рекомендую время от времени посещать наши странички в соцсетях. Здесь же на главной странице сайта вы можете увидеть новинки. Они сменяют друг друга. В данном случае вы видите, да, это тетрадка «Учебные достижения по русскому языку» Валентина Павловна Канайкина. Но можно пролистнуть, посмотреть все новиночки, можно кликнуть по новинке, посмотреть развороты. Ну и есть выход, например, на сайт дошкольного образования, да, с нашего сайта, если это интересно. Справа под значками соцсетей вы видите новостную ленту, где размещена информация в том числе о вебинарах, которые будут проходить в ближайшее время. И давайте мы сейчас зайдем на страничку сайта «Школа России», ОМК «Школа России». И я покажу вам раздел, где можно найти очень много полезной информации учителю. Это раздел «Методика». Здесь размещены и материалы для разработки основной образовательной программы, и рабочие программы, которые доступны для скачивания, и методические рекомендации пособия, которые также доступны для скачивания. И в разделе «Внеурочная деятельность», например, вы можете найти подробное описание тех пособий, которые были сегодня представлены вам. Это тетрадка для тех, кто любит математику, математика конструирования, и фрагменты из рабочей программы, которые связаны с организацией деятельности кружков математических с использованием этих пособий. Конечно же, вы можете посмотреть по классам полный состав учебников и дополнительных пособий, которые выпущены на данный момент, включая новинки. Кликнув по тому пособию или по тому учебнику, который вам интересен, вы получите более подробную информацию, выйдете в каталог. Если, например, нас интересует учебник математики для третьего класса, часть первая, мы вышли сразу в каталог автоматически. И здесь же мы видим, что есть возможность скачивания электронных приложений. То есть, если раньше электронные приложения выходили в виде диска вместе с учебником, то сейчас электронные приложения к учебникам размещены на сайте издательства. Зайдя таким образом в каталог, либо с главного сайта, зайдя в раздел каталог, вы, кликнув по кружочку с буквой И, вы видите математика, третий класс, электронное приложение к учебнику Марии Гнательной Мару. Рядышком кружочек, по нему клик, если вы кликните, вы получите инструкцию, в соответствии с которой сможете скачать и использовать в дальнейшем электронное приложение. Ну и поскольку сейчас ко всем учебникам разработана электронная форма, я, конечно, сегодня на этом подробно не останавливаюсь, но покажу, где информацию об электронных учебниках можно получить, самую исчерпывающую информацию. Если мы зайдем на главный сайт института просвещения, то один из разделов, которые присутствуют там, это раздел электронный учебник новая образовательная реальность. Мы можем зайти в этот раздел, и здесь есть вся информация об электронном учебнике с точки зрения его приобретения, выбора электронного устройства, на которое будет закачан электронный учебник. Но приобретение учебника заключается в том, что вы приобретаете лицензию, право на его использование в течение года. В данный момент лицензия для использования одной части учебника стоит в течение года, стоит 85 рублей. В разделе «Как купить?» условия приобретения тут есть все бланки заказов, договоров и так далее. И я рекомендую, кому интересно эта тема, посмотреть открытые уроки. Затем раздел «Открытые уроки». Во-первых, открытые уроки продолжают сниматься еженедельно, по понедельникам, в 6 часов. Вы можете онлайн принять участие в открытом уроке очередном. И это может оказаться в том числе и урок, который дает учитель начальных классов, начальной школы. И если вы зайдете в архив открытых уроков, вы сможете найти несколько уроков и по окружающему миру, и по математике, и по русскому языку, которые проводили учителя начальных классов, чтобы показать возможность использования электронной формы учебника на уроке. Ну и последний слайд – это информация, связанная с приобретением. Ну, это, как правило, в том случае, если вы производите оптовые закупки. И здесь же есть и контактная информация Центра начального образования. Вы тоже можете нам писать, задавать вопросы, на которые мы постараемся ответить. Спасибо большое за внимание. Я постараюсь ответить на те вопросы, которые сегодня вы задавали. В этом учебнике только математика. Или есть еще какой-то предмет. Ирина Никитина Крышко задает вопрос. Этот учебник, да, конечно, это только математика. Я решила показать, конечно же, математику, поскольку, как я уже говорила, на геометрическом содержании, безусловно, мы формируем пространственное и конструкторское мышление. Но межпредметные связи никто не отменял, конечно же. И на уроках технологии ребята сталкиваются и с чертежами, и с конструированием, во внеурочной деятельности. То есть понятно, что с конструкторами вообще дома дети очень любят играть, вы знаете, по всевозможными. И в процессе вот всей этой деятельности мы и формируем пространственное мышление, конструкторское у ребят. Как я уже говорила, что этому, конечно, надо очень большое внимание уделять именно в младшем школьном возрасте. Потому что если мы сейчас не заложим основы, то далее при изучении геометрии все это выливается в определенные проблемы. Продолжение следует...